Дневной эфир телеканала ЖБЕКЖУЛА продолжает информационная программа «Новое время». Мы готовы рассказать вам коротко о главном к этому часу в студии Ульяна Шумова. Добрый день. Дневной эфир телеканала ЖБЕКЖУЛА. Против формирования шиитского движения Хизбалла, в ходе которой стороны продолжают обмениваться массированными авиаударами. Между тем, по меньшей мере, 470 тысяч человек уже покинули Ливан. Об этом сообщает правительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в этой стране. Вместе с тем, из-за непрекращающихся бомбардировок больше миллиона жителей оставили свои дома. Люди массово бегут из юга страны, заявил Ливанский министр окружающей среды Насер Ясин. И сегодня вечером начнется государственный визит Касымжемарта Тукаева во Францию. Глава государства прибудет в Париж по личному приглашению Эммануэля Макрона. Свой первый официальный визит в эту страну глава государства совершил два года назад. Тогда стороны подписали больше 30 документов о сотрудничестве. Встреча этого года на высшем государственном уровне позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем. В эти дни во Франции пройдет и ряд культурных мероприятий. В том числе состоится презентация нового перевода самого известного романа Бердебека Асокпагбаева «Менен Атым Кожа» на французский язык. А также показ одноименного фильма. И еще отмечу, что мероприятия, посвященные столетию известного казахстанского писателя, поэта и сценариста Бердебека Асокпагбаева, проходят под эгидой ЮНЕСКО. Искусственный интеллект может угрожать человечеству. Так считает Илон Маск. Бизнесмен, который, кстати, сам участвует в развитии IT-технологий, убежден, что искусственный интеллект уже в течение ближайших пару лет сможет выполнять все задачи, которые делает любой человек. Недалек и тот момент, когда он научится выполнять и то, что могут все люди вместе взятые, убежден Маск, но в этом и кроется большая опасность. Скорее всего, все будет хорошо, но существует вероятность от 10 до 20 процентов, что все пойдет не так. Я считаю, что искусственный интеллект представляет собой значительную экзистенциальную угрозу, и нам следует обратить на это пристальное внимание. Это, вероятно, самая серьезная угроза в краткосрочной перспективе. А Казахстан вошел в топ стран мира с самыми низкими ценами на бензин. Мы в этом списке расположились на 10-й строчке. Такую информацию приводит портал Global Petrol Prices. Согласно их данным, самое дешевое топливо в Иране. Затем идут Ливия, Венесуэла и Ангола. Выше нашей страны в рейтинге оказались также Квейт, Алжир, Египет и Малайзия. Среди стран СНГ в первую десятку попал Туркменистан, заняв седьмую позицию. Россия находится на 14-м месте, замыкает рейтинг самыми высокими ценами Исландия, Монако и Гонконг. Жители последнего платят в пересчете более полутора тысяч тенге за литр бензина. Из регионов новости. Кражу 40 голов лошадей предотвратили в Карагандинской области. Ночью на одном из блокпостов стражи порядка остановили для проверки подозрительный КАМАЗ. Оказалось, что он полностью забит лошадьми. Водитель и двое пассажиров грузовика пояснили, что везут скот на продажу. Однако документы предоставить не смогли. В итоге, после дальнейших разбирательств, сразу три свои пропавшие лошади узнал местный пастух. Сейчас все животные находятся под охраной, дожидаясь своих владельцев в Карагандинской области. В местной полиции сообщили, что с начала осени специально выставили 18 мобильных блокпостов против бармтачей. Три лошади были похищены в Актогайском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент по оставшим 37 головам по всем селениям Актогайского района и ближайших районов разусловно ориентировка устанавливается по частности похищенному скоту. А в Шемкенте объявили конкурс на лучший двор. Сотни домовых комитетов вступили в борьбу за это престижное звание. И плюс ко всему, горожане намерены добиться более высокого места в рейтинге чистоты городов нашей страны, который был составлен экспертами программы «Тазакала». Проект, я напомню, выходил в эфире телеканала «Жебек-шолы». Итоги его подведены. И покажем Кент в рейтинге на 11 месте. Мы их сбрасываем сюда на газон. Почему? Потому что это удобрение. Эта женщина на заслуженном отдыхе, но сложа руки, сидеть не хочет. Татьяна Викторовна рассказывает за чистотой и порядком следят всем двором. Здесь не только высадили цветы, украсили площадку, но и установили видеокамеры для безопасности. Да и в борьбе с вандалами неплохое подспорье. Этот двор уже не раз был признан самым лучшим в Шимкенте. Надо любить свой дом, свой город, свою родину. А это моя родина. Я считаю, что каждый обязан просто это делать, сохранять то, как было в первозданном виде. Республиканская акция «Тазак-Казахстан» стала своеобразным соревнованием городов и сел страны в чистоте. А вот с рейтингом одноименной программы, где Шимкент находится на 11 месте, горожане не согласны. Они говорят, город должен находиться в тройке лидеров, но и к полученной оценке относятся с пониманием того, что есть еще над чем поработать. Сознательные жители этого двора прекрасно справляются своим гражданским ответственным, своим позициям. И на сегодняшний день повышается самосознание наших людей. За чистотой тут слежка идет тотальная. С одной стороны видеокамеры, с другой стороны жители. Чтобы не ломали качели, вот такие надписи садятся только тем, кому нет 11. А вот стена, которую ранее списывали местные жители, ну и детвора. Теперь здесь повесили флаг республики Казахстан. Ну кто рискнет расписывать? И вот еще одно напоминание. Если вы бросили мусор, здесь даже указана статья за это. В Шимкенте с каждым годом становится все больше скверов и парков. Там, где раньше были стихийные свалки или заброшенные участки, сегодня общественные зоны для отдыха. Шутин Саидов, Ильдар Жанусханов, Абзал Турабеков, Живик Жола, Шимкент. Музыканты известного на весь мир форте-трио, соединившего в одном ансамбле фортепиано, скрипку и виолончель, выступили в казак-концерте имени Розы Баглановой. В концерте были представлены известные всему миру классические произведения Баха, Гайдена, Бетховена, Чайковского и Шостаковича. Мастерство и богатый репертуар позволяет трио гастролировать по разным странам и континентам. Тем, кто не смог прийти на этот концерт, расстраиваться не стоит. Будет еще одно выступление. Оно состоится 10 ноября в Астана-Опере и будет посвящено 215-летию немецкого романтика Феликса Мендельсона. Концерт не зря называется «В ритме танца». То есть мы взяли даже из больших каких-то трио, какие части очень похожие на танцевальные произведения. Также будет и лирическое, естественно, что-то про любовь. В чем именно отличие? Мы в основном играем большие полотна. То есть и редко удается, когда сыграть что-то такое коротенькое. И в завершении выпуска о погоде расскажем. Начало недели в столице выдалось по-настоящему ноябрьским, хмурым. В ближайшие дни туман, гололед, снег и усиление ветра прогнозируются не только в Астане, но еще в 13 регионах страны. Даже на юге Казахстана ожидается значительное похолодание и сильные осадки. И лишь на юго-востоке, в востоке республики, сохраняется погода без осадков. А в целом, по прогнозу КАЗ Гидромедцентра, в ноябре, как и обычно, ожидается частая смена теплых и морозных дней. А в целом же температура воздуха будет около нормы. Но, как говорится, главное, все же погода в доме. Поэтому желаю всем тепла и хорошего настроения. И я с вами не прощаюсь. Увидимся в 20 часов в вечернем выпуске программы «Новое время». До встречи вечером.